приветствую вас на канале польский байкер сегодня у нас будет ролик не по мото тематике но также связанный с техникой как и многие любители мототехники я иногда передвигаясь на четырех колесах имею собственности автомобиль рено логан 2015 года и сегодня уже передние колодки подошли к концу или близятся к концу и сегодня я их поменяю все расскажу все покажу как это делается возможно кому-то пригодится погнали такая стиральная машина с сушилкой стоит на заправке посмотрим это у нас стиральная машина 15 злотых стоит сколько-то у нас не целых 4 доллара и сушилка сушилка даже по-украински написаны здесь по-английски и по-польски 8 злотых не целых 2 доллара порошок можно купить с этой стороны разные виды не знаю сколько стоит 2 злотых наверно копеечка нарисована 2 злотых набираешь номер 12 13 14 и пользуешься платить можно карточкой а нет здесь платишь только монетами монеты 1 2 злотых вот сушилку и стиралку можно карточкой оплатить вот такая вот штука на заправке удобно итак начнем пожалуй будет немного шумно делаю все возле дороги на улице приступим оденем перчатки специальным крючком входящий в комплект снимаем декоративный колпак 17 головка приоткручиваем немного гаечки нормально домкрат также комплектный будем использовать как-то так откручиваем болты вот и все да так же хочу поменять колеса местами перед назад поставить зад наперед два года я проездил новую резину купил hankuk хорошая два года поездил сейчас хочу на ведущего и задние колеса поставить они менее изнушенные передние пускай сзади пока постоят отличная резина кстати раньше стоял у меня оригинал летняя и зимняя савы эскимо с3 ну летний оригинал там какая-то российская но это вообще довольно трешово там больше 120 скорость по спидометру и все уже не знаю пошли на взлет такую гулку как от реактивного самолета савы эскимо получше было она тоже не идеал тоже шумная пипец на этой резине спидометра можно ложить спокойно и шум от колес не слышно да все шумит там шумит воздух но шины прям отличные держит дорогу в принципе спидометр больше 160 там под 170 в принципе на прямой 160 наверно скорее 160 165 можно сделать и отлично резина супер новый зимний она мне такая зимняя всесезонная летом зимой езжу на одной потому что тут в европе в принципе зимой то той части где живу не всегда и снег то выпадает поэтому такие дела так что хочу сказать про тормозную систему передний колодок не хватало оригинальных на 60 тысяч километров по спидометру буду говорить по спидометру на знаю обозначение то есть на 60 тысячах я поменял поставил оригинал потом на 120 тысяч я поставил получается вот эти вот это не оригинал потому что оригинал мне не было возможности купить здесь европе они не шарят что это за машина то есть как бы здесь есть дача но другие двигатели другая тормозная система это долго искать и могут ценим залепить на короче можно найти но купил то что купил делал купил короче хватило мне на 40000 причем если оригинальный 60000 там еще был запас вот то тут 40 тысяч нет в ноль рассказать тормозные диски хватило на 120 тысяч оригинальный поставил не оригинал ну и здесь вижу что уже 40 тысяч они проехали но еще максимум 10 20 тысяч то есть в два раза меньше служит опять же оригинал не было возможности купить диски не помню фирма какая-то там что типа итальянского названия мат метель и метель и по-моему да метель и с колодки дельфи это метель и так и так приступим к замене открутим вот эту вот часть здесь у нас ключ на 13 направляющих не групп 17 сзади на 13 сниму вот эту часть посмотрим в каком состоянии колодки но я уже чувствую что они в состоянии не очень хорошим так здесь 17 и 13 и головочка сзади у нас тут идет опять же на рено логан в разные года выпуска ставились разные тормозные системы в один период выпуска там было два или три вида вот я не знаю как называется моя просто покажу колодки вы уж там сами похожи у вас не похожи такие маленькие у меня колодочки здесь вот такие вот шурупчики шурупчики болтик снимаем суппорт осмотрим колодку так с этой стороны как-то я не знаю у меня все как-то все в более-менее нормальном состоянии да потому что с той стороны слева то есть я не знаю почему но все немного похуже смотрите внутренняя колодка нормально а наружнее что-то вообще ничего не осталось ну что то есть так на камеру может не видно четверть миллиметра но как-то вот печаль с этой стороны все еще ну можно было поездить еще да вот такие колодки фирма delphi они одинаковые что внутренне что наружное просто комплекте 4 одинаковые колодки лежат без всяких тут скоб и так далее так вот эту вот часть я тоже откручу это не обязательно делать но я посмотрю в каком состоянии направляющие смажу их ну и просто откручу закручу чтобы она не закисала причем странная вещь колодки это все все колодки они сношены одинаково просто может быть это какая-то менее качественная хрен поймет если они сношены ровно я ее от души время я ее от души время вот такая скоба здесь у нас сходит направляющие те резиночки надо снять так вот вот так вот они выглядят смазки сюда напихать и назад поставить в целом тут она и так есть но еще немножко напихаем графитки на вот такой вот у нас все это мы почистим желательно все это чистить такую щеткой но у меня вот такая вот есть четкая игре чущу тоже можно не везде доберешься но пойдет самое главное кроме всего прочего нам надо этот цилиндр поставить на место вот кроме все прочего надо вот этот вот цилиндр поставить на место то есть туда запихать его назад сейчас я покажу как это делаю я life свечной ключ из набора 16 засовываем потихонечку в ту сторону а тут сторону даю заходи потом беру меняю что тут у нас 14 просто он более длиннее не претендую опять же все что я здесь показываю не является истинной последней инстанции и это чисто мое любительское такое мнение а конечно же вам всем нужно ехать кто считает что это неправильно вам нужно и делать конечно же там то есть это чисто для любителей такая поразвлекаться теперь поставим на место все вот эти болтики перед тем как вот эти болтики перед тем как поставить на место я тоже смазываю немножко чуть-чуть смазываю и той же графиткой можно чтобы они просто там не не закорили вообще на место на некоторых даже как рекламные ролики снимают что вот так допустим стоит супор до откручивают только одну вот с той стороны гайку болт вот так вот приподнимают этот не откручиваю меняют колодки выкидывают вставляют ставят назад и типа смотрите там на 10 минут ну честно сказать за такие замены только руки отрывать может потому что ну желательно конечно все это разобрать все почистить как минимум почистить здесь говно посмотреть направляющие смазать это элементарно я лучше потрачу ну час ну два ладно провожу с времени но по крайней мере сделаю так как я знаю и так как это будет хорошо и буду уверен по крайней мере колодки буду ставить такие но это не оригинал но это считается как бы оригинал для машинах которые уже ушли с гарантии то есть на гарантийные машины ты приезжаешь на и 100 ставят себе оригинал с надписью и рено он подороже а если ты хочешь подешевле ну уже после гарантии приезжаешь тело предложат эту вот фирму motrio это какая-то такая реношная фирма да но как по мне мне кажется что это из одной бочки все делается просто чистый маркетинг вот такой у нее вот запчасти дискового тормоза колодки рено логан сандеро стоп-вэй сандеро стоп-вэй символ клио меган рено 19 лада ларгус сделано в россии чтобы это не значило и положили они мне два новых болта на направляющие чем-то только два не знаю но кстати что еще хочу сказать про все эти колодки и диски не оригинальные вот они реально шумные то есть во время торможения прям реально звуки непонятно сдавались в следующий раз я думаю что что то не так ну оказалось что тут что-то не знаю как диски колодки на скорей всего да так 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 и так 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 и так пока что в хорошем состоянии. Подвески я уже тоже делаю. Заскрипел у меня здесь рулевой наконечник, но я решил поменять все. Хотя ручки гидом шаровые были в нормальном состоянии, но было лето, зимой у меня бывают большие пробеги, чтобы поменял все. Ну вот как-то так. Непрофильный был сегодня ролик, но кому-то может оказаться полезным. Всем спасибо за просмотр, удачи на дороге, подписывайтесь на канал, будет много интересного. Всем пока!